Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео мы также продолжим с вами разговор об основах Android против основ iOS и поговорим про такое явление, как обработка нажатий. Итак, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите освоить высокооплачиваемую, востребованную, престижную профессию и разрабатывать мобильные приложения под систему Android, тем самым будь уверенным в завтрашнем дне, если вы хотите обучиться специальности, которая послужит основой и возможностью для переезда в любую страну, которая вам нравится и позволит вам стабильно и достойно зарабатывать, либо в компании, либо работая на себя, в офисе или удаленно, если вы хотите работать на себя и развивать свой небольшой бизнес по разработке мобильных приложений на заказ, если вы хотите создавать свои сервисные мобильные приложения, тем самым влияя на жизни огромного количества людей и зарабатывая на своих стартапах, тогда я вас приглашаю на программу обучения на Android разработчика. Я вас обучу на профессию Android разработчик на личной основе и доведу до результата качественно и максимально оперативно. На курсе вы овладеете современными технологиями и получите опыт качественной и современной разработки. Курс обновляемый, то есть если какие-то технологии устаревают, выходит что-то новое, то материал курса обновляется. Также я могу вас проконсультировать по поводу мобильной разработки, если у вас возникла проблема при обучении. Ссылка на программу и условия обучения, а также на контакты для связи со мной есть в описании к этому видео и в закрепленном комментарии. До встречи на обучении. Смотрите, начинаем с Android. Если у нас в Android, например, переходим в XML-шаблон, есть текстовое поле, либо у нас есть некая кнопка, которая вот такие, допустим, параметры имеет. Неважно, нам просто разместить для примера кнопку Constraint Top-to-bottom-of-parent И закрываем слэшом. Неважно, даже название не будем никакое давать. Собака IDE и назовем бат. Есть некое поле, кнопка, есть поле, да, некое текстовое, которое будет ID-шник Rays. То есть, есть текстовое поле, которое имеет базовое Hello World, да, с ID-шником Rays, и под ней кнопочка, да. И смотрите, в чем фишка. Мы можем в MainActivity, и так, я, по-моему, BuildGrade, и байдинг подключен здесь у меня в этом проекте. Значит, мы, давайте быстренько я сейчас байдинг подключу. Ну вот, смотрите, у меня тут просто подключен байдинг. И что мы можем делать? Мы можем через байдинг обратиться к кнопке, да, и повесить на нее прослушиватель нажатий, да, только через байдинг обращаемся. Кнопки через байдинг по ID-шнику. У кнопки ID-шник мы сделали бат, и можем понавесить на эту кнопку прослушиватель нажатий, да. Здесь вызываем объект view, о нем я поговорю позже еще, расскажу позже, и вызываем метод on the listener. И здесь мы можем, например, обратиться внутри этого метода к нашему текстовому полю, к атрибуту text, и задать название, например, res. То есть, что здесь будет происходить? Смотрите, у нас есть два виджета, текст и кнопка, и мы при нажатии на кнопку что-то будем записывать в текст, хотя изначально здесь написано hello world. И что мы здесь делаем? Мы просто вешаем, обращаемся к нашей кнопке, вешаем на кнопку прослушиватель событий, нажатий, set on click listener, и здесь мы внутри вызываем класс view, о котором я расскажу чуть позже, специальный интерфейс on click listener, и уже здесь мы внутри этого интерфейса можем, и вызываем on click listener, и здесь уже мы можем написать то, что должно происходить при этапе по кнопке. Мы в текстовое поле записываем название res. Но самое интересное, есть не только кнопка, есть элементы текстовое поле, есть элементы изображения, кнопка изображения, и все что угодно. И вот эти вот все виджеты, которые в основном нам предоставляют библиотеку материал дизайна, также имеются в классическом выражении, все эти виджеты, они являются наследниками экземпляра класса вот этого view. И на каждый из этих виджетов, так как они являются наследниками экземпляра класса view, можно навесить прослушиватель событий. Проще говоря, на любой виджет можно навесить события нажатия, то есть мы на любой виджет можем нажимать, ну попросту говорят кликать, и что-то будет происходить. Я вам сейчас это продемонстрирую также. Смотрите, ну вот этот функционал, думаю, понятен, мы его можем закомментировать. Мы можем с вами по байндингу обратиться к нашему текст, 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 ю, пресс. И на это текст, текст, ю, можем навесить, да, прослушиватель событий. Здесь вызвать класс view, вызвать он кликлисона. И здесь мы можем обратиться к binding.res, обратиться к его текст, да, то есть здесь мы можем обратиться к текстовому полю, к атрибуту текст этого текстового поля, и здесь написать результат. Давайте теперь соберем проект. Да, только давайте я тут ошибочку некую сделал. Я сделал вот эту кнопку, которую мы не будем использовать по высоте на весь экран. И давайте я сейчас опять пересоберу. И вот, смотрите, у нас перед экраном видите надпись Hello World, я табую по ней, и у нас меняется она разумеет. О чем это говорит? Неважно, какой у вас виджет. Кнопка, текст, кнопка, изображение, изображение в виде кнопки, то есть Image Button, неважно, какой виджет, вы на каждый виджет можете навесить функционал нажатия, так как каждый виджет является экземпляром наследника класса View, то есть по факту они все являются вьюхами, и поэтому вы на каждый из этих виджетов можете навесить функционал нажатия. Но, теперь переходим с вами в Xcode, и смотрите, ну пусть ладно в этом проекте, короче говоря, смотрите, у нас есть, это мой учебный проект, Main, да, вот, вот, ViewController, вот он ViewController наш, и мы, допустим, хотим положить сюда, да, кнопочку какую-то. Вот мы ее сюда заносим, ну пусть не будем оформлять, у нас есть кнопка, и теперь давайте, я зажимаю, я зажимаю Options, и кликаю на классе, контроллеру, ну на ViewController, потому что вот это представление, которое вы сейчас на экране видите, куда добавил кнопку, одно относится именно вот к ViewController, к этому классу. И давайте сюда, так можно чуть ниже, я зажимаю кнопку, вот так как это, нам нужен Actions, так как вы помните, что из прошлого видео, что кнопка, функционал нажатия мы делаем через, через action, да, то есть Control, и сюда, и нужно обязательно вниз ее сместить под методом, ну под всеми методами в основном. И здесь мы выбираем UI Button, и здесь Action Button, Connect, Connect, да, и что, давайте при нажатии на эту кнопку, будем выводить внизу, вот сюда, в консоль, ничего не будем придумывать, метод Print, и будем вызывать сообщение, клик, Button, вот так, да, ничего особо не будем придумывать, давайте соберем проект, и посмотрим, вот она наша кнопочка, давайте зайдем еще в Xcode, здесь, выберем, ну ладно, давайте, кликаем по кнопке, идем, идем в Xcode, и вот вышло изображение ClickButton, то есть нажатие работы, но давайте представим себе такую ситуацию, что у нас не Button, а какой-то, давайте так же, Label, то есть аналогичная ситуация, Label, и здесь у Label будет цвет белый, да, мы его вот так вот растянем, сделаем по центру, и напишем Клик, и нам нужно сделать так, чтобы мы могли нажимать на этот Label, давайте возьмем так же, Ctrl, зажмем, и перетаскиваем, попытаясь создать Actions, не получится, все дело в том, что Actions можно создавать для, исключительно, только для кнопок, то есть нам Xcode не позволяет в стандартном функционале делать нажатия на остальные элементы, кроме кнопки, но есть один подход, который позволит нам сделать это, давайте мы создадим объект нашего текстового поля, как Outlet, назовем Res, так же назовем, Connect, далее, что нужно сделать, я вам сейчас покажу, значит, здесь, давайте в методе ViewDidLoad, мы создадим вот такой объект, TabGestureRecognizer, это объект класса UITabGestureRecognizer, позволяет делать нажатие, нам нужно сказать, что мы будем делать нажатие, на объект, который мы здесь, как Outlet, создали, Res, Res, и добавляем к нашему объекту, функционал нажатия, но это еще не все, здесь, за пределами метода ViewDidLoad, нужно создать метод, у которого будет аннотация, что это ObjectiveC, здесь мы назовем метод, да, вот тут мы назовем его, здесь мы назваем, смотрите, я тут, конечно, упустил эту ситуацию, здесь даем название метода, в котором будет обработка нажатия, вот, вот этот метод, мы вот так вот здесь называем, сюда передаем объект, да, то есть, на который будет являться объектом, ее этап рекогнайзер, здесь мы, да, работаем именно с тем объектом, ну, на который нужно, мы будем нажимать, здесь мы указываем, какой объект будет подвергаться нажатию, это наше, вот, LabelRes, и здесь, собственно, внутри этого метода, который мы называем, ActionsRes, который указываем здесь, передаем объект нажатия, и здесь прямо мы можем сказать, что, обратиться к тому же, это в HistoryRecognizer, точка, name, точка, здесь мы можем сказать, давай-ка при нажатии, здесь мы можем сказать, давай-ка при нажатии, в текст, в наше текстовое поле, ну, да, в наше текстовое поле, записывай заголовок, result, ну, давайте все-таки соберем, и посмотрим, что у нас там вышло, из этого всего, вот, click to me, result, то есть тот же самый функционал, что мы делали для проекта Android, итак, давайте разберем, что нам нужно делать в iOS-разработке, если мы имеем дело с обычной кнопкой, то все просто вешаем Actions, да, то есть в прошлом видео показывал, и в этом видео, ну, паза в прошлом получается, но, если у нас любой виджет, кроме кнопки, там, изображение, текстовое поле, неважно, то мы должны здесь создать объект, объект, ну, мы должны создать экземпляр объекта нажатия, как outlet, мы должны создать объект tab.gs.tour.recognizer, который позволяет навешивать нажатия на различные элементы UI-кита, здесь мы, вот этот собака-селектор указывает, он позволяет создать метод, которого должен быть аннотирован, как Objective-C, он позволяет, мы вот с помощью этого кода будем, мы позволяет нам вот это все дело, создать специальный метод, которым мы будем описывать, что будет происходить по нажатию, здесь мы указываем название метода, в котором будет происходить нажатие, ну, результат нажатия, сюда передаем объект нашего, да, вот этот tab.gs.ture, здесь мы говорим, до какого элемента мы будем, мы будем добавлять этот функционал нажатия, и внутри уже в этом метод реализуем, и внутри этого метода мы прописываем, что мы хотим сделать, когда нажмем на соответствующий объект, и собственно это так работает, видите, в Android разработке мы можем на любой объект навешать нажатие, в iOS разработке это все не так, нужно специальный объект создавать для этого, но тем не менее, что нужно создавать отдельный объект нажатия для этого, ну, а на сегодня это все, что я хотел бы рассказать, с вами был проект Mabu, до встречи на следующей неделе, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok